Старт тренерской карьеры получился так себе. Олдхам стал первым клубом в тренерской карьере Пола Скоулза. До этого он работал экспертом и ведущим на телевидении, комментировал матчи сборной Англии, писал колонки в известном английском издании The Independent, активно критиковал Манчестер Юнайтед и даже называл свой бывший клуб жалким. Старт в роли тренера получился провальным, Скоулз уволился спустя 31 день после назначения на должность. Первые проблемы возникли еще на этап подписания контракта. У легенды Мю есть 10% доля в Солфорд-Сити, клуб, которым также владеют Дэвид Бэкфем, Райан Гиггс и братья Нивилла, что потенциально могло вызвать конфликты интересов, Олдхам борется за выход в Лигу 2, где уже играет Солфорд. Но на совете директоров было решено, что Скоулз может оставить свою долю с одним условием — не продавать игроков формально свой клуб и не подписывать футболистов Солфорда. За несколько дней до того, как Скоулз был объявлен в качестве главного тренера, в клуб по информации Daily Mail прибыли судебные приставы и отключили свет за неуплату. В результате сотрудники не смогли постирать форму футболистов, и игроки стирали свои комплекты сами. Скоулз узнал об этом уже после назначения и на одной из первых пресс-конференций пошутил — собираюсь сварить себе кофе. Если только кофемашину не изъяли, как утверждает Daily Mail, тренер получал письма на почту от Лемсагамы и его брата Мохаммеда, спортивного директора Олдхэма. В них руководители указывали, как Скоулзу необходимо тренировать, кого ставить в состав и какую схему выставлять на матч. Возможно, Лемсагамы просто беспокоились о результатах, в семи матчах Скоулз одержал всего одну победу. Но Пол не собирался мириться с тем, что ему дают какие-то советы, поэтому однажды он собрал команду и попросил футболистов не сливать информацию владельцу. Разговор был жестким, если я выясню, что кто-то это делает, то этот человек больше никогда не будет играть в моей команде. Последней каплей стало то, что Лемсагам за его спиной пообещал двухлетний контракт защитнику Алексу Яковити, который не провел ни одного матча в этом сезоне. Скоулз решил уйти, надеялся, что отработаю контракт до конца, пробуду в Олдхэме все 18 месяцев. Болельщики, футболисты, мои друзья и члены семьи знали, что я был очень горд назначением, с нетерпением ждал начала работы. Но уже вскоре после того, как возглавил Олдхэм, стало понятно, что я не смогу работать так, как планировал. Когда мне предложили эту должность, действовали другие договоренности, сказал он. Лемсагам такому решению удивился. И я, и сотрудники клуба оказали Полу всю поддержку. Я лично всегда поддерживал любые решения, которые он принимал. Был очень удивлен, поскольку он просто подал в отставку в среду днем, написав сообщение в чат. Думаю, у него были веские причины покинуть клуб. Узнав об этом, я написал ему сообщение. Не знаю, что там в действительности случилось, лучше спросить об этом его самого. Могу лишь сказать, что мы приглашаем его к нам в Мю, если ему, конечно, захочется. Мы обсудим случившееся, сказал тренер. Пока же Скоулс продолжает грустную традицию, когда бывшие футболисты в Англии становятся классными экспертами, но бездарными тренерами. Гарри Невил после провала в Валенсии больше не рвется тренировать и занимается журналистикой, например. Экс-полузащитнику Юнайтед предоставлен второй шанс показать себя.